Всем привет! Сегодня 25 января. С вами Игорь Бабошкин из Нью-Йорка и мы начинаем международную панораму из Америки. Панорама из Америки, но в первую очередь давайте пару слов о самолете, который был сбит над российской территорией в районе Белгорода. Украинская разведка сегодня заявляет, что в морг было доставлено всего пять тел, где остальные, о которых бормочет Лавров на заседании ООН, пока непонятно. Но Лавров все равно никогда извиняться не будет, это уже ясно, но в общем не было никакого извещения о том, чтобы прекратить атаки на самолеты в день обмена. Обычно, как говорит разведка, об этом информировалась украинская сторона и, соответственно, и российская сторона, но в этот день никакого объявления о том, что ожидается обмен, доставка самолетом военнопленных для обмена, извещено для Украины не было. Такого извещения нет. И еще есть информация о том, что в этом самолете могли лететь очень высокопоставленные сотрудники, которых в этот момент посоветовали не садиться в этот самолет и отправили их автобусом. Таким образом, есть определенные подозрения, которые еще пока не высказываются, но в общем самолет сбит, кем и чем сбит, непонятно. Были ли там на борту люди, неизвестно. Погибших пока что только члены экипажа. Были ли там ракеты, тоже пока неизвестно. Будем ждать дальнейшей информации, может быть она что-то прояснит. Но и возвращаемся к Америке. Очень интересные результаты по выборам в Нью-Хемпшире начинают поступать. Как оказалось, Ники Хейли получила 70% голосов избирателей, которые не были зарегистрированы как республиканцы. Это очень важная информация. Я напомню, что обычно как бы есть республиканские штаты, есть демократические штаты и есть так называемые колеблющиеся штаты. Ну, как в любых избирательных списках, если мы возьмем тот же Нью-Йорк, грубо говоря, в моем районе примерно 30% регистрированы республиканцы, 30% демократы, 30% непонятных партий, в общем неопределившиеся. Так вот, когда идет борьба между, когда шла борьба между Трампом и Байденом, разговор шел, борьба шла за неопределившиеся штаты. И если сегодня предположить, что на выборы с Байденом пошла бы Ники Хейли, у нее была бы 101% победа, даже 130% победа над Байденом, потому что именно неопределившиеся граждане все пошли за ней. За Трампа пошли только республиканцы. Часть республиканцев пошла за ней. Смотрите, что еще интересно. Десантис сошел с выборов и отдал свои голоса, и Рамасвами отдал свои голоса Трампу. И Трамп, по идее, должен был бы набрать 80%, потому что у Ники Хейли на первичных выборах было 20%. Но ничего подобного. Все голоса от Десантиса и от Рамасвами отошли к Ники Хейли, и к ней отошли также голоса, как я сказал, неопределившихся. Будет ли Трамп на бюллетене в 2024 году, пока неизвестно. Два штата под вопросом. Остальные штаты могут, как говорится, возобновить разговоры об импичменте, о недопущении Трампа к выборам в любой момент, и что тогда будет, неизвестно. Напомню, что основные первичные выборы будут проходить в конце июня, и именно тогда будет решаться, кто будет стоять на баллете от республиканской партии. Если к тому времени Трамп и Ники Хейли будут конкурировать за право быть на баллете, то после этого уже, если Трамп сойдет, будет закрыт для участия в выборах, республиканцы вообще могут остаться без кандидата. В общем, ситуация такая патовая, интересная, будем следить, она меняется каждый день. Ну, поехали дальше. Когда борьба за президентское кресло еще только начинается, борьба в Техасе, столкновение губернатора штата Эббота с Белым домом, оно в самом разгаре. Несмотря на то, что Верховный суд принял сторону Белого дома о том, чтобы допустить федеральные власти к контролю границы Техаса с Мексикой, губернатор Эббот категорически этому противится, и он сослался на Конституцию, в которой говорится о том, что каждый штат имеет право защищать себя, если федеральные власти не могут этого сделать. Вот два раздела Конституции, которые Эббот цитирует для Белого дома. Статья 4, раздел 4 гласит. Соединенные Штаты гарантируют каждому штату в этом союзе республиканскую форму правления и защищают каждый из них от вторжения. И по заявлению законодательного или исполнительного органа, если законодательный орган не может быть созван, против домашнего насилия. Между тем, статья 1, раздел 10, пункт 3 гласит. Ни один штат не может без согласия Конгресса устанавливать какие-либо тоннажные пошлины, содержать войска или военные корабли в мирное время, заключать какие-либо соглашения или договор с другим штатом или с иностранной державой, или вступать в войну, за исключением случаев, когда фактически подверглись вторжению или находятся в такой непосредственной опасности, что не терпят отлагательств. Эббот говорит, что именно сейчас штат находится именно в таком положении. Количество мигрантов, которые пересекают границу, не поддающую исчислению, и каждый месяц ждет рекорды, бьет рекорды. За последний месяц более 300 тысяч мигрантов пересекли границу. Более миллиона получили право на нахождение в стране. В общем, ситуация очень сложная. Более подробно об этом можно прочитать у нас на сайте нашдом.юэс. Вы видите его у себя на экране постоянно. И подпишитесь на новости, вы будете получать их в польном объеме. Ну, еще одна война на территории Америки. Ну, или так, войнушка. В республиканской партии Аризоны председатель республиканской партии все-таки подал в отставку. В отставку подал после того, как появилась аудиозапись его разговора с Кэрри Лайк, которая собирается баллотироваться в Сенат. Тема такая, что Кэрри Лайк предложили на два года уйти от политической борьбы, уступить место другим. За приличное вознаграждение. То есть, как было сказано в частном разговоре в ее доме, руководитель республиканский сказал, что ее поставят на зарплату в какой-нибудь очень крупной компании. Она получит очень большие деньги. Она категорически отказалась. Она очень рвется в Сенат с тем, чтобы помочь Трампу протаскивать, как она считает Трампу, потому что она его поддерживает на все сто. И она заявила Дэвиду, руководителю республиканской партии, кстати, тоже ставленнику Трампа, о том, что она категорически не согласна с этим. И обнародует еще другие разговоры с ним, если он не уйдет в отставку. Он подал в отставку. И сейчас она отказала Трампу с тем, чтобы быть его вице-президентом. Она сказала, что она более нужна в Сенате, где нужно большинство для того, чтобы принимать законы, которые Трамп, если войдет в Белый дом, будет протаскивать. Ну, а если не Трамп, то кто-то другой республиканцев. Драка в Сенате и в Конгрессе за то, чтобы остановить политику Байдена по иммиграции, она уже достигла критической точки. И бюджет ни в коем случае не будет подписан, как говорит руководитель республиканцев, спикер палаты. Разговор идет об условно-досрочном освобождении. И сенаторы Линдси Грэм говорит о том, что это должно быть ликвидировано, потому что сегодня более миллиона человек получили условно-досрочное освобождение и были фактически впущены в страну. И ждать того, что они и уедут когда-либо, не приходится. Его поддерживает еще один сенатор-республиканец, который занимает фактически одно из главнейших популярных мест в Сенате среди республиканцев. Это Джон Тьюн из Саус-Дакоты, республиканец. Он занимает второе место в рейтинге республиканцев в Сенате. Линдси Грэм и Тьюн, они требуют, чтобы Байден пересмотрел свою политику. В противном случае никаких денег ни Израилю, ни Украине выделено не будет. И вообще бюджет может быть остановлен. Я напомню, что временный бюджет принят только до марта месяца. Но еще одна война, которая идет в Америке, это за либеральные ценности, которые сегодня продвигаются демократами в школах. И вот очень интересная женщина, основатель Lips of TikTok, назначенный в Департамент образования Оклахомы контролировать библиотеки. Это Хая Райчик. Она назначена суперинтендантом штата Райаном Олдерсом в состав консультативного комитета по СМИ Библиотеки Департамента образования. Вот так вот это значится. Да, и она категорически выступает против вот этого движения, которое демократы продвигают в школах. Ну и считается, что может быть она может оказать на это определенное воздействие. Хотя она не является жителем этого штата. И еще в другом штате, в Ахая, прошли вето республиканцы. Значит, вето было наложено республиканским же губернатором, но они прошли это вето большинством голосов. Это было наложено на закон, который запрещает трансхирургию несовершеннолетним. То есть теперь штат Ахая также будет противостоять трансгендерным операциям по несовершеннолетним и уходу за несовершеннолетними. Ну, какая-то часть населения очень достаточно маленькая. Там указывается, что всего 70 семей переехали из штата в другие районы с тем, чтобы продолжать вот это лечение своих детей. Я не буду вдаваться в эти подробности, но смысл в том, что один за другим штаты начинают наступать на вот эти вот демократические законы. Демократов, они не демократические законы, это законы демократов, чистый социализм, направленный вообще непонятно на что, на участие трансгендеров в спорте и так далее, и так далее. Один за другим штаты начинают выступать против всей вот этой бодяги и посмотрим, к чему это приведет. Ну, а в другом месте это уже привело. Сейчас расскажу. Компания Moana Bikini сталкивается с очень большими проблемами, потому что они для рекламы женского купальника, очень открытого, использовали мужчину. Трансгендер он или нет, непонятно, но, по крайней мере, эта компания принадлежит австралийскому бодипозитивному влиятельному лицу Карине Ирби. Компания стала защищать себя, что, мол, все равны, бла-бла-бла, ну, обычная такая демократическая бодяга. Но народ выступил очень против. И женщины в соцсетях начали писать, что это наступление на их права, и, в общем, их там смешивают непонятно с чем. Мужчины залезают уже к ним, что называется, чуть ли не в трусы. Интересная история. Почитайте на сайте нашдом.us, ну, и посмотрите в соцсетях. Я думаю, что на этом не остановится. Станет ли эта компания первой, или станет на этом все закончиться? Рекламирование женской одежды, женских купальников и нижнего белья мужчинами. Посмотрим. Но у меня лично это вызывает неприятные впечатления. Давайте перенесемся с американского континента и с австралийского в Европу. Ну, в России, как всегда, судят, сажают. Это уже нормально. Только единственное, сегодня сюрприз такой. Гиркин – это работник ФСБ, офицер, который начал войну на Донбассе 13 апреля 2014 года. Ну, вот этого Гиркина теперь еще и засадили на 4 года. Несмотря на то, что ему в Гааге пожизненный срок присудили, здесь местные товарищи ему определили 4 года за то, что он покритиковал Путина, что тот неправильно ведет войну. Ну, бей своих, чтобы чужие боялись. Так, наверное, можно сказать. Война в Украине. Но давайте посмотрим на нее со стороны России. Как оказалось, исследователи провели расследование и оказалось, что заводы из Европы и США поставляют запчасти для российских истребителей Су-30. Большое расследование на сайте нашдом.юс. Неприятные факты вскрываются, что действительно есть поставка запчастей, которые имеют двойное назначение и могут быть использованы в том числе в истребителях. Вообще с авиапромом в России все очень плохо и особенно, конечно, с гражданским, где информации достаточно много больше, чем о том, что творится в военном секторе. Гражданские самолеты в России один за другим терпят аварии. Это уже становится серьезно. Я не знаю, кто сегодня решится лететь на этих самолетах, но кому-то приходится. Десятый с начала года самолет вышел из строя. Вчера случилось сразу два происшествия с самолетами Аэрбас двух крупнейших компаний Аэрофлота и С-7. У Аэрбаса А320 компанией С-7 произошел отказ зеленой гидросистемы во время выполнения рейсов Владивосток-Новосибирск. Самолет приземлился, но был отстранен от полетов. У Аэрофлота, выполнявшего рейс Нижний Ватерст-Москва, при подлете к Шереметьево отказала навигационная система. Это можно продолжать, но, в общем, это будет продолжаться и дальше, потому что сегодня разбираются одни самолеты, с них снимают запчасти и ставят их на другие. Что можно сказать? Санкции продолжают действовать. Но это еще и не только с самолетами. Вот это вот каннибализм техники, он не только в самолетостроении, но и в хлебопекарной промышленности, как оказалось. Один за другим закрываются хлебозаводы. Закрылся Ярославский крупнейший хлебозавод. И, в общем-то, из-за того, что на нем стоит европейское оборудование. А европейское оборудование сегодня стоит почти на 90% хлебозаводов. И это оборудование требует запчастей, а запчасти поставляться не будут. Количество заводов, которые закрываются по России сегодня, очень впечатляет. Это просто огромное количество заводов. Более подробно на сайте нашдом.юс. Наверное, от безысходности уже люди в России, руководство и средства массовой информации и так называемые пропагандоны уже начинают нести какую-то ахинею, видимо, предчувствуя свой конец. Соловьев призвал Россию нанести ядерный удар по странам НАТО. Медведев заявил о ядерном ответе на удар по пусковым установкам в России. То есть, пусковые установки, которые запускают ракеты в сторону сегодня Украины, значит, если по ним будет нанесен удар, то Медведев грозится ядерным ответом. Нарышкин пишет, что Запад пытается запугать Россию перспективой военного конфликта с НАТО. Я напомню, начинаются учения НАТО у берегов Балтийского моря. Туда зайдет более 50 кораблей НАТО, американских в том числе. Будет участвовать порядка до сотни тысяч солдат. Будет использовано где-то 90 самолетов, новейших самолетов. Это не такое барахло, которое сегодня летает над Россией. Но, в общем, ситуация становится очень и очень серьезной. А если еще и Турция разрешит войскам американского флота зайти в Черное море, то ситуация станет уже совершенно непредсказуемой. Так что остается только смотреть в будущее и рассчитывать, что оно будет хорошим. Закончу сегодняшние новости воспоминаниями о геноците казаков, который произошел в большевистские времена. Именно в этот день вышла директива Оргбюро РКПБ, предписывающая провести беспощадный массовый террор против казаков. Произошло истребление казаков, но их истребляли потом еще и во время Второй мировой войны. Это случилось в Швейцарии, в Лиенсе. Я был там, я был на этом кладбище, где похоронены казаки. Это порядка двух тысяч человек, которые были выданы западными войсками советом, советским войскам. И там же они были все уничтожены. Жуткая совершенно информация, но то, что сегодня происходит в России, недалеко ушло. И Россия стремительными шагами несется в прошлое. Что ж, хорошо, что мы не там. Те, кто может это о себе сказать. И я сочувствую тем, кто находится на той земле. И будьте здоровы, держитесь. Всем остальным спасибо за внимание. Всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok